Всем привет, снова здравствуйте, и вот в этом ролике хотелось бы рассказать, чем я занимался всё это время. Было много экспериментов, проб, ошибок, и хотелось бы создать своего персонажа именно с историей. Ну и давайте смотреть, как это всё дело тут происходило, и что у меня не получилось. Сначала была идея вот сделать комикс, именно используя 3D модели, но моделей очень много надо было делать, и вот такой вот процесс должен был происходить с каждой деталью, с каждой моделью. Сначала авария, вот модель раскладывается, врезалась в дерево, нужно было более-менее тут текстурку наносить, ландшафт, ну полноценный уже мульт должен был в принципе получиться. Очень долго от этой идеи я отказался. Может быть как-нибудь это всё дело всё-таки попробую повторить, сделать, ну вот такая вот была задача. Опять же, можно было подставить фильтры. Потом я зашёл в The Brush, и именно Paint Stop включил, и хотел там всё это дело нарисовать. Ну, рисовать тут оказывается мышкой вариантов почти никаких, это долгая песня, очень всё сложно, мышка убегает. Если бы ещё ручкой или планшет был бы, то было бы, наверное, всё гораздо лучше. Ну вот от этого я тоже отказался. Следом зашёл в Blender, в 2D анимации решил всё это дело поднакидать, поднарисовать. Здесь уже рисовалось, конечно, чуть-чуть получше, но качество тоже меня не устроило. Всё дрожит, всё мотыляется, нужно было тоже раскрашивать всё это дело, неудобно. Словом, и от этой идеи пришлось отказаться. Вот так вот проходит процесс именно рисования в Blender. Ну, словом, идея была хорошая, но миссия оказалась тоже невыполнима. Потом я взял старый способ, карандаш, бумагу, и стал набрасывать, рисовать. Вот что получилось. Значит, история такая. Она красавица, он, типа муж её, это учёный, изобрёл вакцину. Это сынулька их в очках. Вакцина оказалась очень классная, и, кстати, возможно, на сыне он её экспериментировал. Появились заговорщики, и следом вот результат, подстроенная авария. Следующий эпизод – это уже трагедия. Он разбился, она тоже померла, ну и сынульке оторвало руку и ногу. Проходящий профессор это всё дело спустился. Пацана, видно, можно было спасти. И он его забрал. Ну, а с трупами я не знаю, что он сделал. Там, наверное, оставил. Пусть ждут ментов, экспертизу и так далее. Принёс свою лабораторию. Ну, опять же, всё набросано по-быстренькому, без картин шедевральных. У пацана, вы видите, нету руки, нога отсутствует. Ну, это дело поправимо. Подлечил, всё дело это сделал. И вот рождается персонаж. Именно с этого пацана. Дальнейшая его история будет уже в 3D-модели. Вот нужно сделать ему руку механическую, ногу механическую. Варианты рук, вот, бензопила, меч. Ну, и всё это будет состыковываться. Вот приблизительно вот такое телосложение должно быть у персонажа, чтобы он мог делать разные выкрутасы, прыгать, там, паркур или ещё что-то. Это уже для анимации. Ну, и вот этот процесс, вот, рождается персонаж именно в скульпте с Альфа-6. Это вот его голова. Вот так он будет выглядеть. Потом, конечно, всё это дело ещё доработается. Добавятся очки, какие-то детали, волос. И уже... И сейчас вы сможете посмотреть именно на тело. Жду ваших именно советов, что с ним сделать. Участвуйте в создании вот этого героя. Может быть, что-то вы посоветуете именно для его истории. Какие-то детали. Как-то руку сделать механическую в каком-то стиле. Опять же, что-то, может, ещё посоветуете. Ну, словом, давайте, принимайте участие. Буду делать модель уже именно с вашими поправками. То, что вы там захотите, допустим, добавить к нему. Пусть будет общий такой персонаж. Посмотрим, как он получится. Ну, опять же, по одежде дайте совет. Что ему сделать? Шорты, штаны, обувь какая должна у него быть. И, возможно, ещё какие-то навороты механик этот ему добавил. Ну, так вот рождается именно персонаж. Пусть будет лопоухий, конечно. Нос курносый. Вот так. Мультяшный более вид такой ему придается. Хотел, конечно, чтобы ему ещё челюсть оторвало. Но это уже, наверное, будет перебор. Глаз можно ещё ему вышибить. Для прикола, конечно. Ну, такой будет. Типа, как он, механический гражданин. Ну, вот уже пошло тело. Вот так всё это делаю. Тело, опять же, я с наляги делал. Взял с модели. Кое-где поотрезал. Где-то что-то подтянул. Где-то что-то наметил. Это у меня много тел собрано уже давно. Именно как болванки. Ну, это тело будет ещё дорабатываться. Мне очень нравится именно вот эта вот пропорция этого тела. Где-то что-то доработать можно. Вот я тут добавляю. Просто тело немножко поплыло. И вот так вот всё это дело намечается пока. Всё это пока, опять же, болванка, колени, голеня. И вот здесь уже присуха, крылья и так далее. Тело, опять же, нужно, чтобы оно было вот такое более вытянутое. Для лучшей анимации, чтобы он более прыгучий был, гибкий. Хочу попробовать именно вот эти вот перекруты, всякие развороты, прыжки, цепляние за стены типа паркур. Ну, вот я думаю, что этот персонаж должен хорошо себя вести именно с костями. Ну, а это уже он в сборе. Болванка, опять же. Вот так он выглядит. И сейчас я ему удалю именно руку одну и ногу. Ну, вот уже в таком виде он будет участвовать в дальнейшей жизни. Вот теперь нужно ногу механическую сделать и руку. Подумать над прической, подумать над одеждой. Одежду какую сделать, наверное, всё-таки пусть будут штаны у него. Всё. Всем пока. До свидания.